Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» с вами Ольга Алексеева. 6 августа вступает в силу новая статья административного кодекса об ответственности за воспрепятствование оказания медицинской помощи. Проблема актуальная. К сожалению, но довольно часто поступает информация из разных регионов о скандалах, связанных с работой скорой помощи. Чувашия тоже отметилась, но Чуваксарские нетрезвые граждане избили фельдшера, приехавшего на выезд. О том, что должно измениться с принятием закона, мы поговорим с Ольгой Краузой, главным врачом Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Ольга Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Какие же самые распространенные случаи воспрепятствования работе медика, в частности, скорой помощи? Ну и кроме того, что машину не пропускают просто на проезжей части. Да, ну вот вы правильно сказали, что первое, самое распространенное, это когда не пропускают машину. Пробки, возможности нет, может быть, освободить дорогу. Но прошу отметить, что такие моменты у нас вообще в Чувашии редкость. То есть, чтобы так явно или, можно сказать, нагло не пропускали скорую помощь, когда она идет с мигалками, с звуковыми сигналами, это, конечно, такое мы даже не припомним в ближайшее время. А вот все, что связано с агрессивным поведением родственников или неадекватным поведением очевидцев каких-то, да, какого-то происшествия, такое бывает сплошь и рядом. К сожалению, и Чуваша здесь отличилась в этом плане. С чем связано? Возможно, что конфликтная ситуация, если это какая-то серьезная, там, вот именно конфликтная ситуация, в самом разгаре. И, конечно же, когда медики приезжают, они попадают, да, под горячую руку. Или, например, когда отказываются родственники, вызов осуществляется соседам, допустим, да, по поводу какого-то больного, пациента. И родственники могут отказываться от оказания помощи или от желания сотрудников забрать на госпитализацию такого пациента. К сожалению, тоже мы сталкиваемся. Или просто не в адекватном состоянии. Алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, агрессивное поведение. То есть и с ножом набрасывались на наши бригады. Когда в приемных покоях нападают на врачей, когда в процессе диагностики. А ведь, поймите, медики, когда в приемном покое так же, как и мы, они сталкиваются с людьми, с которыми пока не знакомы еще. То есть неизвестно, с чем они вообще столкнутся в первый момент. А в ночное дежурство они находятся одни, допустим, что на посту в больнице, что на территории чужой квартиры, скажем. То есть неизвестно, с чем там столкнутся, куда они приедут. То есть я считаю, что вот этот огромный шаг, который сделан правительством, позволит нам очень сократить такие случаи нападения. И граждане будут, предначально, конечно, очень сильно задумываться, прежде чем хамить даже. И развивать эту вообще дальнейшую тему по угрозе жизни и здоровью сотрудников скорой помощи. Какая вот статистика последних лет? Нет. За 2018 год у нас таких случаев было 10. Вот сейчас это с вызовом полиции. А вот сейчас на первой полугодии 2019 года таких случаев 14. То, что правительство все-таки повернулось к скорой помощи и на федеральном уровне, такой вопрос очень неотложный, болезненный, решен, это очень большую положительную реакцию в обществе вызовет. И, конечно, здесь немаловажное значение имеет и СМИ, которые распространяют эту информацию. Чем больше людей будет знать о том, что в привилегированном отношении находятся сотрудники скорой помощи, так же, как и сотрудники полиции, допустим, да, и, соответственно, будут наказания гораздо жестче, чем если бы это были бы просто граждане, в отношении них совершены какие-то противоправные действия. То, я думаю, любой человек подумает, прежде чем какое-то действие совершить. Какая-то административная ответственность существует и уголовная тоже? Вот 6 августа принят закон, который как раз определяет административную ответственность от 4 до 5 тысяч штрафа, если, допустим, не пропускаем скорую помощь. А если это повлекло за собой угрозу жизни, здоровью и смерть человека, то до 4 лет лишения свободы. Вот. И также за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, там, если привело к тяжкому вреду здоровья, то штраф от 80 тысяч, если это неумышленное, а если это все-таки умышленное, то, соответственно, опять же, уголовное наказание от 4 лет лишения свободы. То есть в любом случае наказание будет? Да. Каким образом фиксируют эти другие инциденты? Ну, во-первых, хочу сказать, что вот тот инцидент, то, что вы спросили, это видеорегистраторы. У нас везде в машинах есть видеорегистраторы, соответственно, которые записывают все, что происходит вокруг. И мы можем проследить, если, допустим, машину не пропускают, мы можем это предоставить соответствующие органы, эту запись. Это раз. А во-вторых, сотрудники полиции практически сразу же приезжают, как только у нас поступает вызов. У нас на планшетах, которые являются рабочими местами бригады, скорой помощи, на планшетах имеется специальная кнопка, которая позволяет через диспетчера оперативного отдела вызвать сотрудников полиции. И когда сотрудники полиции приезжают, сразу фиксируют все необходимые действия, проводят, чтобы фиксировать вот этот случай. А, соответственно, если пострадали наши специалисты, то они едут в рампункт и все это фиксируют. Там уже тоже фиксируют. Но здесь немаловажную роль играет этика и диантология самих сотрудников скорой помощи. Потому что, несмотря на такую серьезную ответственность, которая на них лежит, по оказанию помощи, по экстренному оказанию помощи, необходимо соблюдать определенные принципы общения с сотрудниками, которые оказались рядом, допустим, с очевидцами, с родственниками. Это входит в их обязанности. То есть они должны держать себя и контролировать себя в руках, должны держать и контролировать свое поведение. Это в обязательном порядке. Какое-то обучение, возможно, проходит? Да, мы обучаем. Вот наш, например, оперативный отдел обучается обязательно на тренингах с психологами. Нашими главными специалистами психолог у нас есть, Рынзина Оксана Геннадьевна, которая организует эти циклы обязательно. И мы сейчас хотим эти циклы внедрять и с сотрудниками скорой помощи, которые на линии. То есть будем с периодичностью, с определенной, проходить по подстанциям и внедрять эти циклы. Они очень помогают именно концентрации внимания, общению с окружающими, со своими сотрудниками и так далее. Это очень большое значение имеет. А оперативный отдел у нас, так как они отвечают на звонки и с населением постоянно работают, они практически всегда с периодичностью, по-моему, раз в полгода проходят такие курсы. И надо понимать, что скорая помощь – это априори экстренная служба. Экстренная. То есть она выезжает. Мы вот на каждый вызов мы едем, как на экстренный вызов. И для населения немаловажно знать, что все это делается для него. То есть если нас вызвали, то, конечно же, желательно, чтобы нас уже ждали, чтобы открыли все двери, чтобы кто-то нас проводил, если это серьезное событие. Держать на звонке диспетчера скорой помощи, потому что там идут подсказки. А все они у нас медицинские работники. То есть там идут подсказки, как нужно себя вести. А что касается все-таки безопасности бригад, я хочу сказать, что давайте друг друга уважать, любить. И если мы едем на вызов, то всегда думайте о том, что, возможно, в следующий раз пропустят кто-то другой, когда тебе понадобится эта помощь. Что ж, Ольга Вячеславовна, спасибо вам за беседу. Приходите к нам еще. Я желаю вам удачи. До свидания. Вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. Спасибо. Спасибо.